добрый день дорогие друзья вы смотрите канал пассианс шоу меня зовут дмитрий сегодня хочу продемонстрировать вам партию игры хосточный гауши это обзор этой игры я сделал совсем недавно ссылка сейчас должна появиться на ваших экранах она же в описании к этому видео у нас почти все готово карты я разложил все у нас на поле у нас главный террорист это аркейн мусуа лидер террористической организации захватил семерых государственных деятелей выдвигает определенные требования у него есть еще помощник один пока он не вышел еще на сцену уровень угрозы у него 47 заложников нужно определиться какие требования он выдвигает пока мы еще не знаем мы выбираем одно из его трех требований наугад остальные отправляем в коробку и выбираем одно из способов каким он собирается собственно говоря уйти и уехать с этого места где происходит захват заложников после этого нам нужно случайным образом взять 10 карт террора раз два три 4 5 6 7 8 9 10 остальные нам тоже не нужны и положить вниз одну карту решительного решающего действия который будет завершающим остальные тоже отправляем сброс и вот у нас сформирована карта колода террора здесь всего 11 карт получается это наша стартовая рука у нас теперь уже все готово к игре это карты бесплатные не очень сильные но тем не менее действенные две карты которые позволяют нам выяснить какие же все-таки требования предъявляет террорист две карты которые может могут нам немножко успокоить его снизили угрозы и две карты small talk небольшой разговор который позволяет нам накопить какое-то количество очков разговора рекомендуется конечно наверное начинать с того чтобы выяснять какие же все-таки требования выдвигает террорист потому что есть в картах террора такие карты которые налагают дополнительные плохие какие-то свойства если вы не знаете какие же требования собственно говоря террорист предъявляет поэтому мы играем карту каковы ваши требования согласно уровня угрозы бросаем два кубика вот здесь нарисовано два кубика и нам везет у нас два две удачи значит мы смотрим верхнюю строчку здесь написано что мы открываем одну из этих карт требований и получаем два очка разговора обычно в эту игру мне не везет ну пока иногда только началась еще рано радоваться тем не менее мы смотрим что же требует от нас наш террорист террорист требует освободить заключенных его банду которую поймали незадолго до того как вот он захватил этих заложников мы сможем в любой момент игры потратить четыре очка разговора и получить бесплатно любые две карты из тех которые присутствуют на игровом поле но за это мы до конца игры до того как мы не уничтожим этого террориста будем увеличивать на один уровень уровень угрозы при каждом увеличении уровня угроз но пока мы ничего не предпринимаем но слава богу уже знаем одно из его требований это была сыграна одна карта у нас есть еще одна карта по которая позволяет нам узнать его требования и мы снова бросаем кубики на этот раз неудача к сожалению мы смотрим на последнюю строчку здесь написано повысить уровень то есть его начинает раздражать что мы постоянно спрашиваем какие у него требования хорошо уровень угрозы повысился мне кажется самое время его немножко успокоить сыграем карту которая называется охладить держи себя в руках кипку бросаем два кубика в надежде понизить обратно уровень напряженности у нас на кубиках выпадает пусто и вот этот вот вот эта грань которая разрешает нам сбросить две другие карты чтобы засчитать эту грань как удачно наверное я так и сделаю то есть я сброшу ну скажем вот эти две карты small talk небольшой разговор их сбрасываю чтобы признать эту грань удачно значит я могу вот эту карту вот эту засчитывать как среднюю строчку то есть одна удача минус 1 уровень напряженность то есть я вернул ее уровень напряженности на прежний уровень ну и у меня осталась последняя карта я ее играю опять бросаю два кубика и снова хорошая хороший бросок удача я зарабатываю 1 очко разговоров и на один уровень снижаю уровень напряженности все на этом фаза разговора закончилась мы кладем трубку и на заработанные нами очки то есть мы какую-то информацию получили как как-то его разговорили мы можем купить карты мы заработали три очка смотрим у нас здесь есть вот эти вот карты которые стоят три очка эта карта майнер экстракшен то есть мы можем в лучшем случае освободить пару заложников есть вот эти карты которые говорят ему давай успокаивайся здесь мы в лучшем случае снижаем уровень на два пункта хорошая карта она мне нравится вот эта карта just a few minutes который тоже стоит два очка разговора позволяет нам заработать много очков разговорных на будущее ну давайте поступим так возьмем купим вот эту карту которая говорит ему давай успокаивайся и это вот мы потратили два очка и еще одно очко у нас осталось мы на это одно очко купим вот эту карту которая позволяет нам перебросить один кубик она называется я имел в виду ну то есть как бы вы перебрасываете кубик еще один раз в этом смысле игра конечно тематически очень классная все это все карты которые мы купили если бы здесь были бесплатные карты мы бы тоже могли добавить но мы их потратили только что и пока купить их не можем теперь эти карты все возвращаются обратно сюда фаза покупки закончена у нас в распоряжении две карты но перед тем как мы да кстати мы потратили вот еще один пункт перед тем как мы перейдем к следующему разговору с террористом наступает его какие-то действия то есть мы открываем верхнюю карту террора и это не самая лучшая карта она повышает уровень террора на одну единицу и плюс еще на одну единицу потому что у нас остались не открытые его требования то о чем я говорю что выяснять его требования конечно очень важно и у нас к сожалению вот уровень напряженности повышается до пятого уровня все на этом фаза террора закончена мы снова переходим к фазе разговора снова берем трубку звоним террористу и играем вот эту карту на которой написано давай успокаивайся бросаем два кубика потому что мы пока еще можем бросать два кубика у нас пятый уровень напряженности неплохо мы на этот раз выбросили одну удачу и как минимум на один уровень мы понизили и теперь у нас есть еще вот эта карта которая позволяет нам перебросить один кубик поэтому мы попробуем перебросить вот этот кубик в надежде выбросить тоже удачу так есть отлично то есть мы получаются у нас две удачи а это значит что мы снижаем уровень террора уровень напряженности на два пункта всего на этом снова фаза разговора заканчивается наступает фаза покупки мы не заработали ни одного очка поэтому эту фазу можно в данном случае пропускать с исключением того что у нас есть бесплатные карты которые мы можем приобрести им это и делаем то есть все бесплатные нулевые карты вот которые стоит 0 мы обратно берем в руку ну и поскольку фаза покупки закончилась мы теперь можем вернуть использованные карты обратно на их места это было здесь это было здесь все и снова переступаем к фазе террора открываем следующую карту здесь написано похоже что мы возвращаемся на шаг номер 0 то есть имеется ввиду что мы возвращаемся к тому с чего мы начали и все что у нас было весь наш уровень возвращается на предыдущий не самая плохая карта в данном случае такая обидная карта если мы например опускаемся очень низкой она вылезает и все снова начинается а так мы в принципе мы всего лишь на один пункт подняли уровень напряженности наш таймер тикает тикает у нас две карты из 11 уже использована нам нужно действовать пока мы не освободили ни одного заложника и остались на прежнем уровне к сожалению но по крайней мере мы выяснили одно его требование сейчас самое время и сыграть еще одну карту какие ваши требования снова мы задаем нашему террористу этот вопрос в надежде получить на него ответ каким образом ты планируешь отсюда уходить так на этот раз 2 2 кубика половинчатых таких то есть непонятных мы можем скинуть две карты что мы и делаем скидываем 1 скидываем ну 2 и превращаем эту карту в смысле этот кубик в удачный а это значит что мы можем еще одно требование открыть открываем очередное требование террориста и смотрим что там он требует вертолет за если мы используем из исполним ему это желание или пообещаем ему исполнить это желание мы можем потратить четыре пункта разговора чтобы до конца беседы получить два дополнительных кубика и это будет классно в этом случае происходит то что наш террорист просто сбежит в конце разговора но мы попытаемся до конца разговора конечно как-то с ним расправиться но это уже будет потом видно а пока хорошо что мы выяснили второе его требование у нас осталось еще три неиспользованных карты и я пытаюсь его сейчас еще успокоить я кладу карту кипку успокойся бросаю кубики отлично у меня две удачи на камеру кубики бросаются почему-то в этот раз гораздо удачнее чем я обычно это делаю когда играю сам но тем не менее на один пункт у нас снижается напряженность и плюс еще мы заработали одно очко играем еще одну такую же карту снова бросаем кубики снова две удачи отлично еще на один пункт снижается напряженность и еще одно заработанное очко ну и осталось у нас одна последняя карта которая в лучшем случае даст нам плюс 3 очка к сожалению нет дает там всего одно очко и на этом разговор закончился бы в любом случае мы бы и так его закончили потому что у нас карты закончились мы заработали три очка мы можем купить снова карт на три очка я буду придерживаться той же стратегии то есть я возьму вот эту карту которая предлагает нашему террорису успокоиться и одну карту которая предлагает нам один кубик перебросить я трачу все три пункта вот она стоит в общей сложности три очка эти карты не использованные нулевые карты снова возвращаются в доступную зону на этом фаза покупки заканчивается и мы переходим фазу террора открываем следующую карту ай-яй-яй он становится более злым и опять возвращается на исходную позицию к сожалению я прочусь на месте за все это время все что я достиг это я открыл две карты его требований хорошо будем продолжать пытаться его успокаивать наступает снова фазы переговоров снова берем трубку звоним ему и говорим успокойся так результат такой же как предыдущем раунде у нас есть снова один успех и один кубик мы можем перебросить с помощью вот этой карты на этот раз неудача и мы остаемся на том уровне что мы снижаем уровень угрозы на один все снова мы ничего не заработали получаем бесплатные наши карты эти карты возвращаются на место переходим к фазе террора открываем следующую карту и повышаем уровень напряженности на один на этот раз только на один потому что все требования наши открыты и больше никаких штрафов нам за то что у нас не открытые требования не положены все снова пытаемся нашего господина террориста если вы может так назвать скорее всего лучше не надо вот так называть успокоить пусто на этот раз пусто и наша уровень разговора снижается на один но мы люди настойчивые и мы ему говорим нет ты давай успокаивайся на этот раз единица то есть мы снижаем на единицу уровень напряженности теперь мы играем давайте сбросим вот эти две карты каковы твои требования их можно просто так сбросить то есть любые карты можно сбросить в правилах написано что вы должны сбросить рубашкой вверх но я уж я обычно так не делаю чтобы потом не возиться с переворачиванием просто я их сбрасываю и знаю что за каждую сброшенную карту я получаю один одно очко разговора то есть у меня был минус один две карты сбросил стала плюс один теперь я играю карту небольшой разговор в надежде заработать какие-то баллы я заработал ну один положительный бросок то есть два балла разговора и еще одна карта у меня осталась такая же разговор это же зарабатываю 2 балла раз-два все на этом фаза разговора закончена переходим к фазе покупок мы на этот раз заработали неплохие 5 разговорных очков на 5 мы можем купить я захожу чтобы поговорить на это они дают нам эта карта дает нам дополнительные кубики мы можем дать ему пустое обещание это дает нам тоже дополнительные кубики и плюс еще разговорные очки но довольно плохие последствия если неудача мы можем нагло соврать ему это прямо очень сильно снизит уровень напряженности но если у нас раскусит то есть если бросок будет неудачный это плюс 3 сразу рискованный ход рискованный ход я наверно куплю опять карту успокойся за два раз два у меня осталось еще три давайте еще одну такую же возьму то есть их две здесь и одну карту который позволяет перебросить один кубик то есть я вот так вот все потратил общая сумма у меня пять очков 5 очков было накоплено все на этом фаза покупки закончена бесплатные карты я возвращаю наступает фаза террора мы открываем следующую карту и здесь написано что один из заложников пытается убежать мы должны бросить кубик на проверку смог он убежать или нет если у нас будет удача то он убежит если будет неудача то он будет убит этот заложник тревожный момент такой но такова ситуация да к сожалению неудача и при попытке убежать один из заложников был убит я напоминаю что как только будет убита больше половины заложников то есть нашем случае четыре заложника до автоматически проиграем эту игру тем не менее фаза террора закончена мы поднимаем трубку и начинаем снова с ним разговаривать just stay calm просто успокойся бросаем два кубика и на этот раз одна удача и я еще раз думаю может быть есть смысл нет я так и оставлю то есть я снижу на 1 хотя нет я наверное сброшу эти две карты оставшиеся вот так чтобы превратить этот кубик тоже в удачу это позволяет мне снизить уровень напряженности на два а это значит что теперь у меня уровень напряженности один и следующий раз я уже буду бросать не два а три кубика все фаза разговора закончена наступает фаза покупки у нас ничего не заработано но бесплатные карты мы получить может использованные возвращаем обратно флаза террора открываем он говорит что он теряет терпение а это значит что тут написано достаньте и используйте следующую карту террора еще одна попытка сбежать для очередного заложника так я наверное допустил ошибку при прошлом броске нужно было бросать в тот раз все кубики два кубика которые у меня были они один до потому что в правилах написано что threat roll то есть бросок на опасность это значит бросьте то количество кубиков которые указаны на табло текущего уровня напряженности так что в принципе может быть в тот раз если я бросил два кубика у нас бы выжил заложник но что случилось то случилось я уже не буду перекидывать тем не менее у заложника который пытается сбежать сейчас больше шансов потому что текущий уровень напряженности у нас один а это значит что мы можем бросить три кубика и у нашего заложника много шансов но к сожалению заложнику не везет и он тоже погибает при попытке убежать а наша задача сейчас продолжать действовать в нашем распоряжении теперь три кубика и мы можем пытаться снова снижать уровень напряженности что я наверное сделаю вот видите сразу три успешного броска то есть я получаю одно очко и плюс снижаю уровень еще на один и смотрите что сейчас происходит я играю еще одну такую карту в надежде снизить уровень еще ниже ах ты нет к сожалению неудачный бросок если бы он был удачный хотя бы один одна удача была то с при снижении уровня ниже уровня с я освободил бы одного заложника но бросок неудачный я просто теряю один пункт разговора ну тем не менее я попробую сыграть вот эту карту которая называется каковы ваши требования она сейчас нам бесполезно с точки зрения определения его требований но в при хорошем броске может дать нам два очка разговора так есть у нас два удачных кубика и мы получаем два очка разговора играем еще одну такую карту так тут получается неудачный три неудачных кубика и это значит что у нас уровень повышается на один но мы пока еще остаемся в зеленой зоне который позволяет нам бросать три кубика хорошо играем еще одну карту и пытаемся заработать очки одна удача два очка раз два и последняя карта две удачи три очка раз два три это 7 очков разговорных неплохой навар на 7 очков мы можем купить даже карту которая позволяет нам уничтожить террориста но мы помним о том что если у нас террорист уничтожен а не все заложники еще освобождены то у нас в силу уступает его помощник или мы можем попытаться выполнить его требования потратить 4 очка у нас осталось еще сколько карт 33 шага у нас еще есть в принципе мы можем еще немножко протянуть времени можно купить карту major extraction когда мы в лучшем случае освободим трех заложников в этом случае у нас уровень еще повысится напряженности чего не хотелось бы давайте сделаем так давайте купим опять нашу знакомую карту которая позволит нам успокоить нашего террориста возьмем одну карту которая называется minor extraction то есть в лучшем случае мы освободим двух заложников и купим еще одну карту так у нас остается она здесь 5 еще два очка остаются ну купим две карты которые позволяют нам перебросить кубики вот так вот мы потратили 7 очков на этом фаза покупок закончена все наши бесплатные карты снова возвращаются на место наступает фаза террора и здесь написано а ну-ка не проверяй меня бросьте кубик если результат на кубики меньше или равен текущему уровню опасности убейте 1 заложника если есть не открытые требования то плюс один на уровне напряженности но мы в хорошей позиции потому что уровень напряженности у нас один уровень опасности и кубик который мы сейчас бросим то есть если на нем выпадет единицы это будет единственный плохой результат а так все остальные грани будут для нас в пользу здесь вот цифры указаны на кубики 32 и так далее они тут есть но к сожалению я умудрился выкинуть эту единицу поэтому еще одного заложника мы теряем я плохой переговорщик господа я очень много с ним разговариваю и теряя просто заложников к сожалению но тем не менее время идет нужно что-то делать давайте давайте попытаемся его успокоить мы все еще слава богу бросаем три кубика так один успех я наверное попытаюсь один кубик перебросить с помощью вот этой карты отлично то есть я заработал два успеха это значит что я снизил уровень на два раз и за второе снижение я наконец-то боже освобождают одного одного заложника и теперь я играю карту майнер экстракшн то есть небольшое освобождение я попытаюсь освободить заложников снова бросаю три кубика и к сожалению все неудачно попробую один кубик перебросить с помощью этой карты и она тоже неудачно и террорист убивает очередного заложника и на этом разговор заканчивается и на этом к сожалению заканчивается игра потому что террорист убивает четвертого заложника это больше половины всех заложников и по правилам игры как только он убивает больше половины заложников игра заканчивается моим поражением просто чтобы показать вам как могло бы пойти дальше дело если бы мой бросок когда оказался более удачно допустим если бы заложник не был убит а наоборот ну был бы вот такой средний результат да то есть я бы освободил одного заложника и у меня повысился бы уровень на 1 ну допустим не выпал один удачный кубик просто посмотрим чтобы произошло чтобы вам продемонстрировать как играется игра в лучшем раз к раскладе и так все неиспользованные карты я возвращаю ничего покупаю только бесплатные карты потому что я очков не заработал так манер экстракшен сюда все бесплатные карты здесь у меня наступает фаза террора и здесь попадается хорошая карта наш террорист демонстрирует моменты слабости и освобождает одного заложника то есть один заложник у нас остается только его в руках мы все еще бросаем три кубика а это значит что мы можем снова как-то его заговорить пытаться его успокоить в надежде освободить последнего заложника я бросаю не очень удачно но у меня есть наполовину удачный бросок и я две карты каковы ваши требования что не самые бесполезные сбрасываю чтобы превратить его в успех а это значит что я снижаю таки уровень напряженности на один пункт играю еще одну карту keep cold успокойся в надежде снизить его еще на один пункт и освободить последнего заложника на этот раз бросок куда более удачный то есть я мало того что я таки освобождаю этого заложника я еще зарабатываю одно разговорное очко и у меня еще две карты есть которые позволяют мне еще очки заработать я это делаю продолжаем так один удачный бросок я зарабатываю два разговорных очка и еще одна такая же карта хороший бросок то есть два удачных броска еще три заработных очка раз два три пол дела сделано то есть большая половина заложника в данном случае освобождена но террорист еще сидит укрепился с ним надо разбираться то есть его нужно либо уничтожать либо как-то хватать его чтобы он сдался здесь написано что если все заложники освобождены и вы снижаете уровень еще на один то он сдается можно поступить именно так у нас есть шесть очков я куплю вот эту карту она называется ты должен мне верить если я брошу кубики удачно то я вот эти вот грани буду считать удачными то есть они будут считаться удачными либо до конца разговора либо просто под следующем броске это два очка раз-два теперь я покупаю карту вот эту вот которая называется успокойся тоже за два очка раз-два и у меня еще два очка я покупаю вот эти карты которые позволяют мне перебросить я бы мог бы на 6 купить еще она больше в общем-то особо ничего но вот эту карту могу купить но мне нет смысла если бы у меня было больше очков и бы может быть купил карту которая позволяет сделать выстрел снайпером или запустить группу захвата внутрь но у меня не было столько очков вот сколько было столько я потратил у нас наступает фаза террора и здесь у нас открывается очередное требование террориста он проголодался он требует еду и это дополнительные требования которые появляются в игре они просто выкладываются где-то рядом здесь же вместе со сна с основными требованиями и мы эти требования тоже можем как бы исполнить чтобы какие-то плюсы получить то есть здесь мы можем использовать это требование чтобы не прекращать разговор так ну принципе это в данном случае удачи потому что нам не попалось никаких карт которые увеличивают нашу уровень напряженности или что-то еще и тогда кстати вот эти карты бесплатные возвращаются обратно сюда и мы играем то что у нас есть первым делом играем карту которая называется ты должен не доверять в надежде получить вот этот бонус и он срабатывает то есть до конца этого разговора этого телефонного звонка все вот эти вот наполовину удачные броски будут считаться удачными хорошо даже не пришлось ничего перебрасывать теперь играем карту оставайся спокойным будь спокоен бросает смотрите вот этот вот кубик у нас был бы неудачный но поскольку у нас есть вот эта карта который удачно сыграла это удачный бросок и в принципе на этом уже игру можно заканчивать потому что по правилам здесь написано что вы минус один уровень напряженности и здесь написано что если здесь заложников нет и вам нужно освободить чинового заложника террорист сдается и его ловят все на этом игру бы я бы выиграл как видите все уперлось в один неудачный бросок вот если бы тот бросок был более-менее удачно я бы выиграл в этой игре но к сожалению обстоятельства сложились так то что в какой-то момент игры я проиграл террорист убил четвертого заложника и я не справился со своей задачей тем не менее я надеюсь вы получили достаточное представление о том как играть в эту игру это была игра hostage negotiator с вами был дмитрий канал пассиан шоу на этом у меня все большое спасибо за внимание играйте настольные игры пока спасибо за просмотр видео на канале пассиан шоу подписывайтесь на канал пассиан шоу ставьте лайки и оставляйте комментарии еще больше пассиан шоу в социальных сетях в инстаграм и twitter играйте настольные игры пока